Пока город приходит в себя, снег покидает город. С дорог и улиц его свозят на снегоплавильни и вот такие места складирования снега. Только здесь, в советском районе, его накопилось уже несколько футбольных полей. Высота примерно с двухэтажный дом. Камазы грузят снегом под завязку, чтобы за рейс вывести максимальное количество. Да и машин едва хватает. Заняты все снегоплавильни и постепенно заполняются 11 мест временного складирования. Техника теряет время в пробках. В Казани уже третий день заторы в 9-10 баллов. Вообще не чистят. У нас на Айдарова трамвайные пути только вот сегодня начали чистить. Ужас просто там что-то творится. Плохо расчищены места вот возле перекрестка, потому что где 3-4 полосы было, там только 2-1 остается. Получается сужение. Уже час стоим, да, когда вот этот поддак кончится. Да вот уже сколько я, 40 лет водителем работаю, да и такой поддак творится. Это крах божий. Транспортный коллапс повлек за собой мусорный. Сначала техника не могла подъехать из-за сугробов. В дни метели не смогли вывести половину отходов. Вот двор в дербышках. Горы мусора не уступают снежным. Третий день, ну вот это, да. А так вообще у нас всегда порядок. Вот в выходные мы привыкли, но потом убирали. А может просто кто-то плюнул на все это. Сегодня новая проблема. Наряду с продуктовыми полками опустили хранилище в АЗС. Вот на этой заправке топливо только одной марки АИ-100. Проблема не вот не в самой АЗС, проблема с поставками. Что-то там происходит. На этой АЗС въезд и вовсе заблокирован. Как объяснили на горячей линии, все по той же причине. Такая ошибка возникает из-за отсутствия топлива. На данный момент просто наблюдаются временные трудности с поставкой топлива на некоторые АЗС в некоторых регионах. Поэтому стоит знак именно по этому поводу. С нехваткой топлива рядом марок автомобилисты в эти дни столкнулись и на заправках ТАТ-нефти. Вот как ситуацию прокомментировала сама компания. АЗС во время снегопада работали в штатном режиме. На ряде из них могли наблюдаться сбои по обеспечению топливом, связанным с погодными условиями. Однако руководством компании предпринимались максимальные усилия по нивелированию возникающих рисков. Экстренные службы обеспечивались в полноценном режиме. По нашим данным, сегодня или завтра, максимум к обеду, ситуация с поставками должна нормализоваться. С вопросом по нехватке бензина мы обратились в ассоциацию предприятий нефтеобеспечения. Проблемы есть и с железной дорогой. Не могут вовремя, железная дорога не может вовремя подать, убрать вагоны. Ну, снегом все завалило. В ближайшее время все вопросы будут решены. Еще в понедельник Ментельхоз обещал закрыть вопрос дефицита продуктов первой необходимости. Спустя три дня товаров категории фреш хватает, но вот с молочкой проблемы. Эти кадры мы сняли сегодня в одном из магазинов. Объем производства на молочных заводах ни в каком количестве не сократилось. Какой объем они производили, в таких же объемах они производят. Но в связи с тем, что на самом деле машины с заводов до прилавков не смогли доехать, на какие-то магазины доступа не было. Последствия непогоды все еще сказываются на жизни города. Как показали последние события, наша зависимость от логистики поставок очень высока. Рамиль Шайдуль, Амал Зеединов, ТНВ, Казань.